I have ways of blowing things up. Программист, работаю над серией игр ЦМБ. Ну, на здоровье работай. Давайте сразу тогда, раз уж мы в телефон заглянули, давайте еще историю посмотрим, если будет новая. Смотрите, это до сих пор Фрея пишет. Я тогда, погодите, я тогда не понимаю такую фишку. Она же говорит, что ее выперли с работы. Так? Так. То есть она писала статьи для New Stories, для Whisper, и она пишет книгу. Получается, что ее редактор, она же сама сказала, что главред, узнала, что она работает над книгой, и выперла ее с работы. То есть она, по идее, больше не пишет статьи. Что это такое тогда получается? И вчера мы читали статью, и сегодня. И написано, что это, ну, подписано Фрея. Ну, тут под названием явно написано Фрея Фатима. А, это немножечко странно. Хорошо. Счастье в мгновении. В переводе это звучит отвратительно. Я понимаю, что это изначально было на английском. Хочу ли я встретить старость вместе с тобой? Нет, не хочу. Но хочу ли я остаться с тобой здесь и сейчас, застыть в этом вечном мгновении, забыв обо всем остальном мире и представив, что на свете нет никого, кроме нас двоих? Черт побери, да. Как не напрягать свою голову, Ромео, но, пожалуй, то был последний действительно значимый разговор с Джульеттой на его памяти. Впрочем, давайте не будем забегать далеко вперед, дорогие читатели. Как и у любой другой истории, у нашего рассказа есть свое начало, а начнем непосредственно со знакомства с героями. Рассказ, кстати, длинный. Если что, пристегните ремни. Кто хочет запросто перематывать, я не против. Первый на очереди. Ромео, юноша в возрасте 20 лет, родившийся в семье, где чтят традиционные уклады, но и от жизни стараются не отставать. Другими словами, в вполне обычной среднестатистической семье. Ромео тошнит от своего имени, особенно от того, что его жизнь будто почисту исписана с жизнью литературного героя, которому это имя принадлежит. И любовные чувства к девушке по имени Джульетта. Это еще, на самом деле, не самое худшее из возможных сходств. Во всем виноваты Капулетти, да? Хорошо. Второй герой нашей истории, а точнее героиня, Джульетта. Сверстница Ромео. Так же, как и он, Джульетта родилась во вполне обычной среднестатистической, чтобы это слово через, знаете куда, семье. Но в отличие от него, девушка довольна своим именем, пусть и далеко не в восторге от того, что ее жизнь будто наполовину списана с жизнью литературной героини, которой это имя принадлежит. А любовные чувства к юноши по имени Ромео не так уж и ужасны, не такое ужасное обстоятельство, чтобы из-за него убиваться. Убиваться. А? А? Юмор за 300. Девушка, которая убивается. Ромео и Джульетта учились в одном университете. Они вряд ли узнали бы о существовании друг друга, если бы не одно маленькое «но». В один судебоносный день некий молодой преподаватель, имеющий чрезмерную страсть давать студентам групповые задания и отличающиеся своим своеобразным чувством юмора, положил начало знакомству наших героев. Я понял, их тупо свели, потому что это же Ромео и Джульетта, как же без этого-то? Ни о какой любви с первого взгляда и речи не могло идти. Несмотря на бесчисленные дни, проведенные вместе в библиотеке с целью выполнить задания, преподаватель Ромео был для Джульетты не более чем просто хорошим знакомым. Да и сам юноша не питал к девушке каких-то особых чувств, тем более после кое-какого необдуманного, неудачно отпущенного пассажа в его сторону. Однако со временем картина начала изменяться. Преподаватель продолжил давать задания и, будучи вынуждены постоянно работать в паре, Ромео с Джульетты стали постепенно сближаться и, замечая друг в друге что-то такое, чего раньше не замечали. Только Ромео не спешил радоваться. Как я мог влюбиться в такую, как она, еще и в Джульетту? Я не верю. Это все не за правду, повторял он по кругу раз за разом, стоило ему приблизиться к ней. Было обычное утро понедельника, Ромео встал, начал собираться на учебу и в какой-то момент понял, от привычного беспокойства и нежелания идти на занятия не осталось и следа. Наоборот, ему захотелось как можно скорее переступить порог университета. Причина такой резкой перемены, конечно, была ясна, но юноша всеми силами отказывался принимать очевидные. И вот, открывая дверь в аудиторию, терзаемый чувствами, Ромео первым же делом бросил взгляд на место, где обычно сидела Джульетта. К его сожалению, которое он, конечно же, отрицает, Джульетта там не оказалась. Черт, еле слышно пробормотал он. Нет, он не разозлился на Джульетту, которая к тому времени еще не пришла, он разозлился на себя, потому что в первую очередь обратил внимание именно на ее отсутствие. Просидев некоторое время в ожидании занятий, Ромео достал книгу, который открыл ее на закладке и начал читать. Стоило очередному студенту войти в аудиторию, Ромео тут же оторвался от книги, чтобы посмотреть, кто пришел. Затем злился еще сильнее. Опять же, не на студента, который оказался не Джульетты, а на себя, потому что каждый раз проверял не она, а Лето. Кстати, это вполне логичное поведение. Наконец, за пару минут до начала занятий вошла она, обращая внимание окружающих на себя вместе с подругой своими громким резким смехом, звуки которого раньше вызывали бы у юношей лишь раздражение, но этот раз заставили его улыбнуться. Черт! Вновь разозлился на себя Ромео, поняв, что с ним только что произошло. Да, чувак, ты попал. Влюбился ли Ромео? Пожалуй, да. Вот только не хотел в этом признаваться. Такая любовь не сулила ничего хорошего. Другая культура, другой цвет кожи, другая религия. Его все это, естественно, нисколько не отталкивало. Просто он никогда не... Просто он не мог ожидать, что когда-либо влюбиться в такую другую девушку. Так не годилось. Это мы сейчас опять про Сукуба и Эльфа. Минуточку. Найдется минутка. Услышав знакомый голос, Ромео поднял голову Джульетта, стояла рядом, пытаясь скрыть тревогу, но глаза явно предавали ее. Юноша тут же забыл все грызущие его мысли. Что такое? Ты ведь увидишь хранить секреты? Ну, думаю, да. Хорошо. Мне очень нужно с кем-нибудь поговорить. Джульетта присела рядом и принялась рассказывать о проблемах. А ничего, что они зашли за пару минут до начала урока. То есть, в смысле, села рядом. В смысле, начала говорить. Автор, будь, пожалуйста, последователен в своих действиях. Принялась рассказывать о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться за последние пару месяцев о том, как они сказывались на ее успеваемости, что Ромео далеко не первый, кому она изливает душу и так далее. А Ромео сидел и внимал каждому ее слову. Спустя некоторое время, например, три урока, да? Она успокоилась, затихла, и Ромео показалось, что ей на душе стало немного легче. Он не знал, что ей ответить, но попытался как-то подбодрить, дать совет. Пусть и очень глупый, как ему показалось в ту же секунду, но, по его мнению, так было куда лучше, чем просто сидеть, слушать, а потом смотреть, как она уходит обратно на свое место. Ромео понял, что не хочет видеть, как она уходит. Юноша задумался. Когда говорят, а вот теперь иди и подумай. Было очевидно одно. Джульетта поделилась с ним тем, чем не поделилась бы с простым знакомым, а значит, они стали друзьями. А пускай он был не первым из тех, кому он рассказал о своих проблемах, Ромео был счастлив, чертовски счастлив. Она пришла ко мне, расстроенная, рассказала про кучу проблем, а я сижу и радуюсь. Кто это после этого? Подумал юноша, а затем встряхнул головой, отбрасывая невеселую мысль. А сказав обо всем, что не давало ей покоя, Джульетта переключилась на более приятные темы. Вскоре они начали обмениваться шутками, от напряженной ранней атмосферы не осталось и следа. Джульетта уже собралась уходить, и Ромео задал ей вопрос. А почему ты мне все это рассказала? Ну, честно говоря, я сама не знаю. Мне кажется, я могу тебя доверять. Ты, в отличие от большинства других, говоришь обо всем напрямую, не пытаясь ничего сглаживать. Я ценю это. Наверное, вот почему. Подытожила она, пожимая плечами. Да, Ромео действительно имеет привычку говорить со всеми на чистоту, только вот Джульетта была единственным человеком, с кем он не мог позволить ей искренности. В этом он чувствовал какую-то иронию. И уж не говори. Их разговор еще сильнее усугубил недуг юноши. Ромео, не привыкшись страдать тяжелой формой влюбленности, никак не мог избавиться от мысли, что это все за... Что это все какая-то глупость. Но мир его был перевернут с ног на голову одной-единственной девушкой. И больше всего Ромео ранило то, что девушка, подарившая ему чувства, которые он не ощущал уже многие годы. В смысле многие годы? Карл, они же в университете. Сколько ему? 21? Какие долгие годы? Можно говорить про человека, который в 50 нашел новые отношения и долгие годы. Стоял за огромной стеной традиций, норм и культурных различий. Шли недели. Ромео и Джульетта становились все ближе и все чаще болтали друг с другом. Они болтали обо всем. Об учебе, о друзьях, о прочих мелочах жизни. Лишь одна тема избегала их внимания. Чувства по отношению друг к другу. Она не испытывает ко мне никаких чувств. Она со всеми такая общительная. Пока Ромео в очередной раз изводила эту мысль, к нему незаметно подошла Джульетта и уселась рядом. Ты хотел со мной о чем-то поговорить? Да, хотел. Чуть ранее Ромео отправилась в сообщение с просьбой прийти. Ничего себе, сразу к делу. Значит, на самом деле ничего серьезного. Брось ходить вокруг да около. Брось, ходить вокруг да около не в твоем стиле. Что с тобой? Но Ромео хотел задать ей обратный вопрос, так как ему казалось, что это с ней что-то было не так. Он заметил, что в последнее время Джульетта будто бы стала отдаляться от университетской жизни, которая обычно всегда участвовала. На все его вопросы и высказанные мысли Джульетта лишь пожимала плечами или же объяснялась без каких-либо видимых трудностей. Возможно, я просто придумываю. Может быть, я слишком пристально плетаю за каждым ее шагом. От мысли об этом у Ромео внутри все сжималось. Это все? Может, что-то еще? Спросила она. Что ж, баш на баш. Ты знаешь, что когда-то ты мне нравилась? Слова сами ни с того ни с сего вылетели у него изо рта, а Ромео пришел в ужас, и даже умалчивание того, что она нравилась ему, до сих пор не сильно его успокоило. Именно он не мог понять, почему признался именно в этот определенный момент, не говоря уж о том, почему признался лишь наполовину. И он не думал говорить ничего такого, но после фразы «Может, что-то еще?» Нет, он, конечно же, собирался и во всем признаться. Я думал, возможно, эти действия примерно целую вечность, если пересчитывать на реальное время, то где-то в районе последних восьми месяцев. Но на мгновение Жилет слегка изменилась в лице, явно не ожидав от него таких слов, а затем спросила «Серьезно?» Я не подозревала «Почему?» «Что? Почему?» «Почему я тебе нравлюсь?» Ну или «нравилась» в смысле «должна же быть как это причина?» «Конечно, должна». Ромео открыл рот и завис. Затем моргнул и закрыл обратно. Или нет, не знаю, думаю, причина есть, но не верен. Черт, извини, какую-то чушь несу. Жилет ничего не ответил, а Ромео не мог набраться храбрости, чтобы взглянуть на нее, но краем глаз заметил на ее лице удивление. Рассудив, что нельзя продолжать молчать, как истукан, Ромео вновь набрал воздуха в грудь и открыл рот, надеясь либо на божественное провидение, либо на внезапную смерть. Высошло и то, и другое. Ну-ну. Хорошо, хорошо. Просто ты очень сильный человек, понимаешь? С одной стороны, ты очень женственная, с другой, очень самостоятельная и сильная. Ну ладно, допустим, я поняла про женственность, но откуда вам не сила? Ну, глядя на то, как ты выполняешь задания, как легко организуешь работу, не могу думать иначе. Я не могу думать иначе. У меня бы не вышло так, как выходит у тебя, ни за что. Да, брось, у всех есть сильные и слабые стороны, есть те, в которых ты понимаешь больше моего, а это же вполне нормально. Ну, ты права, просто... Я не знаю почему, но, наверное, именно эта сторона меня больше всего в тебя привлекает. На секунду Ромео поднял голову, чтобы взглянуть на Джульетту, хотя бы на мгновение. Кажется, она улыбалась, но юноша не питал никаких надежд. Вместо того, чтобы поверить глазам, он списал это на свое воображение. Ну, что же теперь? Честно говоря, я не знаю. Я признался просто потому, что у меня уже не было сил скрывать свои чувства, я не мог держать все в себе. Даже знаю, что из-за наших различий у нас нет шансов. А, ну да. После некоторой паузы ответила Джульетта. От тебя я ничего не требую, мне просто нужно было выговориться, наконец, снять с души этот камень. Ну, тогда ладно. У меня кое-какие дела, больше тебе нечего сказать, да? Да, то есть нет, в смысле, нечего валять сюда. После этих слов Джульетта попрощалась и стремительно удалилась. Оставшись один, Ромео спустил тяжелый вздох. И спустил вздох, да, пожалуй, как раз то слово-сочетание, которое здесь подойдет. Ну, молодец. Что ж сказать. Скинул один камень с сердца, чтобы заменить его на другой. Интересная деталь о нашем герое. Весь разговор, его руки и ноги нещадно тряслись. Старая история, но, к счастью для Ромео, они болтали сидя, поэтому он смог скрыть от Джульетта свое волнение. Даже несмотря на то, что ему стало намного легче на душе после признания в своих чувствах, его руки все еще потряхивало. Ромео пришлось немного подождать, прежде, чем встать и уйти по своим делам. Да. И как же долгожданное, но совершенно безответное признание повлияло на жизнь двух героев? Забавно. Но никто из них больше не затрагивал эту тему, по крайней мере, в присутствии друг друга. Ромео все-таки рассказал парочке друзей о своих чувствах к Джульетте. А что она? Ромео не был в курсе, как она переживала последствия их разговора. Наверное, точно так же поделилась с кем-то из друзей, хотя какая мне разница, думала, нам все равно не суждено быть вместе. С первого взгляда могло показаться, что в их отношениях ничего не изменилось. Они все так же обсуждали занятия, друзей, сериалы, различные книги, только о том самом признании никто из них больше никогда не вспоминал. Сначала Ромео думал, что если он расскажет о своих чувствах, его сердце перестанет биться о скалы волнами любовного прибоя, но на деле же волны лишь превратились в огромный водоворот, засасывающий в себя все окружающее и требующий больше и больше. Спустя какое-то время Ромео понял, признания ему было недостаточно, он вожделил Джульетту больше всего на свете, он хотел крепко укутать ее в своих объятиях, посмотреть их прямо в глаза и сказать, как же безумно он ее любит и в ответ услышать заветное «Я тебя тоже!» А затем поцеловать ее и сбежать и вместе на край света туда, где никто не стал бы обращать внимание на всякие различия, туда, где имела бы значение лишь безумная любовь друг к другу. Он хотел провести с ней всю жизнь, больше всего на свете. Он хотел ее! Это чувство не давало ему покоя, зудело у него в голове, почему после того разговора она вела себя как ни в чем не бывало, выходит, его чувства для нее ничего не стоили, и в какой-то момент состояние Ромео достигло пика. Он уже засыпал, как вдруг внезапно его тело покрыл холодный пот, как лед, пот, а его сердце забилось так быстро, что казалось, еще чуточку быстрее оно просто взорвалось бы. Его мысли были только о ней, о Джульетте. Он хотел, нет, уже совсем не так, он нуждался в ней. А, его уже не волновали ни традиции, ни их семьи, ничего. Он решил, что завтра вновь признается Джульетте, только в этот раз он предложит ей встречаться. Если она ответит взаимностью, то Ромео попробует убедить ее встать в твоем против всего мира. Завтра он вновь увидит Джульетту, и первым же делом шагнет в пропасть неизвестности. Это чертовски длинная история, и кроме того, что это длинная история, это еще и первая часть. Первая. Я могу это быстро промахать? Могу, спасибо. Да, видимо, завтра, послезавтра у нас будет продолжение. Я на данный момент я очень рад, что я стал читать книжки вот эти вот в начале серии, потому что человек, который сейчас это смотрит и который не хотел это все слушать, он, наверное, просто промотает до момента, когда он реально открывается кафе. Поехали открывать кафе. Хух, кто там? Не Миртл. Пожалуйста. Фух. О, Ромео, привет. Добрый вечер, бэбис. Привет. Я сегодня раньше всех. Ага. Что-то новенькое. А? 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 Фрэгди сказал, что придет позже. Встречайся со своими друзьями, писателями или вроде того. А чего бы им тут не встретиться? Она же здесь постоянно сидит, так? И друзья сюда тоже захаживают, только куда реже, чем она. Значит, встреча писателей? Интересно, какие темы они говорят, когда проводят время вместе? Я их не первый год знаю. В общем, есть у нее такая привычка, когда она говорит о друзьях, значит, все проходит вполне обычно. Но если о друзьях-писателях, то, скорее всего, они обсуждают свои дела. Комментируют работы друг друга, либо обсуждают и отбирают идеи, у кого отбираются друг от друга. Я понимаю, что не в том смысле, но все же. Занятно. Даже кодовое слово для встречи придумали. О, все не так. Она и сама не замечает, когда ты говоришь. Просто трудно было не подметить. Еще занятнее. И часто удовольствие такое подмечать. Это часть моей работы. И чувак резко стал внимательнее в том, что он говорит. О, там какая-то туша пошла такая. Почему же? Сюда каждый день приходят писатели. Бывает общительное, бывает не очень. Но иногда все сразу становятся ясные без разговоров. Ведь многое можно понять по их языку тела. Например, нуждаются ли он в собеседнике или просто хотят попыть в одиночестве. И к заказам это тоже относится. Потому что, знаете, иногда то, что человек заказывает, расходит с тем, что ему нужно. И подумать не может, что все так серьезно. Любой работник кофейни должен, я уже не говорю про бармена, хотя бы бариста, бармен, все вот эти работы, это вам кажется, что люди делают для вас напитки. Нет, это все психологи. Они смотрят вам в душу своим рентгеновским зрением, и они точно знают, что вам нужно. Ну, по крайней мере, те, которые талантливые. И что вы подмечаете, глядя на меня, не скажу. Почему? Тогда будет не так весело. В каком смысле? Да ничего, Ромео, ничего, сиди. Могу сказать одно. Весь процесс общения с посетителями всегда состоит в том числе, всегда строится в том числе на чтении языка тела. Включая наш разговор? Включая наш разговор. Черт. Теперь понятно, почему вы не торопитесь распространяться? Мне этого хватило, чтобы почувствовать себя так, будто с меня всю одежду сняли. Во-во-во, да. Кстати, я же ничего не заказал. Что будете заказывать? Горячий шоколад с имбирем и корицей. Слыхал, что он помогает, когда на сердце грустно. Хорошо, чувак. Значит, шоколад и имбирь и корица, да? А? Почему мне последнюю фразу показывают тут? Почему не заказ мне тут показывают? Очень... Ладно, готово, чувак. Если ты скажешь, что это не тот порядок, я тебе уши пообрываю. Готово. Мы узнали новый рецепт. Грустное сердце. Хорошо. Я тебя понял. Я что-то... Мм... Давай без... Мм... Чувак, я тебе приготовил то, что ты хочешь. Как я прожигаю свою жизнь? Избегая родственников, познавижу жизнь шаг за шагом. Когда-нибудь у меня будет собственная персональная выставка. Может и будет, чувак, кто знает. И... А вы довольно романтичная натура. Мм... Тратите время на красоту. Только... не... только на особые напитки. А, не тратить. Погоди. Стой. А вы довольно романтичная натура. Тратите время на красоту. Только на особ... Я ему как-то красиво оформил? Ладно. Только на особые напитки для особых посетителей. Я же вроде как не... не украшал вот им никак. Ладушки, знаете... А расскажите о себе? Что вас интересует? То, что угодно. Например, сколько вам лет? Достаточно, чтобы открыть свою кофейню. Да уж. Пожалуй, мне стоит извиниться за такой вопрос. Да не стоит. Но другого ответа от меня вы не услышите. А теперь я в сомнениях. чтобы спросить дальше. Ничего, наверное. Ну смотри на этого зомби! Всем привет! С чем вы меня так смотрите? Фрея, вид у тебя ужасный? Нет, не ужасный. Ужасный, ужасный. Не, я говорю. К сожалению, вынужден согласиться. Действительно ужасный. Что с тобой сегодня? Лучше спроси, что не со мной. А не со мной адекватный сон. И готовый черновик. Тебе отдохнуть надо. и поспать и поспать в дедлайн. Черт из два! Бейлис, извини. Я сегодня поболтать, на сегодня поболтать не выйдет. Мне нужно дописать начатое. И тут никак не обойтись без океана эспрессо. Ты уверена? Тебе действительно надо отдохнуть. Может, лучше чего-нибудь, чтобы полегче уснуть? Эспрессо! просто приготовь. Это глупый такой вопрос, но эспрессо это же просто кофе, 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 да. Я просто сомневался на этом. Сомневался, стоит ли делать тройное эспрессо. Да? И не хочу готовить. Фрей, тебе и правда надо отдохнуть. Просто приготовь мне мой чертов эспрессо. Ладно. Поздно говорить не хочу готовить после того, как я уже подал. Фуф. Теперь можно заняться делом. Как прошла встреча? Неплохо. Получила кучу полезных советов. Только это означает, что довольно многое придется переписать. Да уж. Сегодня так ужасно. Это вполне нормальная практика. Ну, просто, просто я не хочу этого делать. Пойду в свой родный угол. Может, после кофе получится просидеть ночь. Продолжаю брать себе. Ужасный вид у нее. Ужасный. Но на ее счет не волнуйтесь. Она все допишет. Почему-то мне вспомнился фильм Сияния и как там выглядела работа писателя. Ну, фильм, книга, Сияния. Кто читал, кто смотрел, я думаю, вы в курсе. Не впервой? Да. Только сейчас на карту поставлено куда больше, чем обычно. Так, почему решили сегодня заглянуть? Сам не знаю. У меня не было никаких планов на вечер. И это место просто вдруг в голову взбрело ни с того, ни с сего. В таком случае мне стоит поблагодарить ваше подсознание? Думаю, да. Нет. Да? Это она. Да, 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 я как раз и подумал, что это она сейчас придет. Так, не уверен, стоит ли мне привет, Луя. Привет, Белис. Как, как? Ты первая? Нет, ты давай. Давайте я первый. Осел! Просто хотел спросить, как у тебя дела? Нормально. Она даже не сидела с ним рядом, если что. А тебя как? Тоже неплохо. Пожалуй, для начала что-нибудь закажу. Да, конечно. Давай. Привет, ладушки. Что будешь заказывать? Кофе и имбирный пряник. А к погоди. Капучино из просто так. Так, давайте исходить из этого кофе, имбирь, кофе, имбирь. Да, черт с ним, давай имбирь, корица. Получилось? Ну, я чисто, да, кофе, имбирь и корица. Ну, то есть, имбирный и пряный. Имбирный пряник. Я исходил из этого, чтобы сделать его с имбирем и корицей. Угадал. Подслащенный коричневым сахаром, иначе печеньковый монстр будет недоволен. Куки монстр, я понял. Так, спасибо. У меня бабушка такое же делала. Навевает воспоминания о ней на моем детстве. О окружении семьи. Семья, семья, Карл, семья. Ну, в общем, вы поняли, да? Беллиса уже начинает крышу рвать с этого. Как на работе? Да ничего, у тебя. Я пока не беру заказа. Потому что, ну, ты понимаешь, понимаешь. Ты достаточно скопил, да? Вопрос очень в твоем стиле. Но, да, Спасибо тому доставучему заказу. Это был недоставучий, погоди, что это было, какому заказу? Доставучему, прикинь, я еще и правильно прочитал. Так, все нормально закончилось? Вроде того, ну, по крайней мере, заплатили вовремя. Да еще и немало. Как долго думаешь отдыхать? Не знаю. Видимо, пока не разберусь с проблемами. И с какими же, как бы, явно с какими? Что-то она не луя, не понимает. Я расскажу. Только никому, ладно? И даже Борису нельзя рассказать. И даже Борису. Ладно. В общем, есть одна девчонка? Я ее люблю. Мы же несколько лет встречаемся. Но я не могу понять, в какой точке мы находимся. Что случилось? Где-то неделю назад мы поссорились. Дело привычное. Но все как-то слишком обострилось. А что так? Думаю, у нас с обоих накрыла усталость. Мы понимали, что боремся против многовековой традиции. С той самой ссоры мы так и не общались. Не стоит оставлять конфликты неулаженными. Но я не могу решиться с ней заговорить. Почему? И сам не уверен. Может, слишком гордый? Или устал? Может, понимая, что шансы прийти к наилучшему для всех решению крайне малы, Бейлис. Хочу задать тебе вопрос. Давай. Как думаешь, что она сейчас чувствует? Если честно, не знаю. Она, конечно, другого поля ягода. К счастью. К счастью? По крайней мере, происходящее не сильно навредит ее карьере. Хорошо, что у меня нет постоянного работодателя. могу взять и уйти на перерыв без особых проблем. В профессиональном плане мне недалеко. Мне кажется, ты не прав. Думаешь? А если бы на ее месте была я, мне было бы сложно жить, как прежде. Я бы притворялась, что все хорошо, просто, чтобы скрыть свои проблемы от окружающих. Приятного в этом мало. так и есть. Но мой друг однажды сказал мне не избегай неизбежного. Кстати, хорошая фраза. Должно быть классный парень. Ну да, один знакомый эльф, да? Беллис, что с нами будет дальше? Не знаю. За эту неделю я успела завести парочку новых знакомых. Включай того мужчину супермодель. Ты в курсе? Девушка, сидящая в том углу, рассказала. Да, включай его. И как тебе? Чувствуй себя другой. Чего? Он наговорил мне кучу вещей, о которых я старался не думать, кучу правдивых вещей. Я о чем и говорю, что вампирчик дело говорит, а Фрей на него обиделась. Он немного на тебя смахивает в плане заносчивости. Вы бы поладили. Сомневаюсь. Противоположности притягиваются и наоборот. Кстати, не знаю, вот это сомнительное заявление, оно работает 50 на 50. говорил тебе кто-нибудь такое частенько. Один эльф, хипстер. Вот поговорили вы с тем парнем, и что теперь думаешь? Ну, а нас? Не знаю, Белис. А ты? У тебя что-нибудь такое было? По повстречал вампира, а я оборотня. Бывает же. И правда бывает же. И что оборотень? Если честно, ничего особенного. Но он высказал отдельное замечание важности семьи. Белис. Да, я в штыки уперся, когда ты пыталась угореть меня помириться с родными. И я понимаю, почему ты пыталась, но после слов Фрей меня будто током ударило. Что она сказала? Что я просто оправдываю тобой свое желание избежать от родных. Хотя на самом деле я хочу избежать. Ради себя. Белис, ты меня знаешь? Знаю. И знаешь, что я думаю по поводу ухода из семьи. Видимо, я не очень хороший человек. Я понимаю ход твоей мысли. Свой своему поневоле друг. Как нам быть? Луя. Да. Позволь мне бросить своих родных и постараться понравиться твоим. Кажется, так будет легче. Но как же твоя бессмертие? Тебя остальные эльфы будут стороной обходить. Я буду обходить стороны кучки высокомерных выскочек? Чудесно. Ты проживешь долгую жизнь. Но ни идеального здоровья, ни других привилегий, идеальной эльфийской жизни тебе не видать. Да какая без тебя идеальная жизнь? А что, если мы разойдемся? У тебя ничего не останется? Скажешь, что я виновата. Луя, никогда я тебя ни в чем не обвиню. Ты про того прошлого меня? Да, он бы в жизни на себя не подумал. Сто оговоров бы придумал, что на самом деле не... Но сам бы никогда не признался. Только теперь все по-другому. А знаешь почему? Потому что за 10 лет вместе с тобой я научился невероятную многому. И стал лучше, чем был прежде. Так что не волнуйся по этому поводу. Да! Про тех парочек, которые встречаются по 5-6 лет и такие ну пора бы наверное жениться. Вон, я понимаю, что он эльф бессмертный, но все равно они 10 лет встречаются и у них все хорошо. Ну, насколько это возможно. Сейчас ничего важнее тебя в моей жизни нет. И не нужно мне это бессмертие. Потому что жизнь без тебя не жизнь вовсе. Бейлис. Я тебе верю. Любовь морковь? Да! Love of my life ачивочка приехала. Класс, я рад, что эта история идет в эту сторону и мне хотел, чтобы они помирились. Луя Бейлис. Такое чувство, будто мы герои мыльной оперы. Похож на то. Кстати, посмотрите, у нее телефон с рожками. Что она такая? Это маленький прикольный такой нюансик. Ладно, а каков наш план? Завтра суббота. Идем на свидание? Я к родителям собираюсь. Оу. Давай со мной. Собираешься вместе со мной. А вот вот, чё? Так внезапно? У тебя есть план на завтра? Ну, нет. Просто я еще не готов. Ничего, справишься. А не хочешь их предупредить? Все нормально. Ну, они ведь никогда не говорили, что не одобряют межрасовых отношений. Они, конечно, не очень высокого мнения о эльфах. Но ты же можешь это дело исправить? Ладно, с этого вполне можно начать. Можно. Значит, решено? Не знаю, что завтра будет, но об этом и обо всем остальном можно подумать позже. Солидарен. Так, получается, ты не против, что я... У меня были сомнения. Ну, теперь я уверена. Я тебе верю. Луя, спасибо. Ты все еще у Феррона живешь? А, сегодня ночуешь у меня. Чего? А твоя соседка? Она уехала на выходные. Устроила себе небольшой отпуск до вечера воскресенья. Не, 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 погоди, в смысле, мы знаем одну, которая устроила себе отпуск до вечера воскресенья. А это случайно не... Хотя, чертов нет, наверное, это не она. Слишком большие совпадения. Выходит судьба на нашей стороне? Оладушки? Да. Мы уходим. В закат. Спасибо, что целую неделю составляли нам компанию. Вам спасибо. Мы пошли. Увидимся. Спасибо, что заглянули. Да, ребят, красавчики. Молодцы. Так и надо. Так и надо. А когда ты успела глаза поменять? С ума сойти. Вот, снова с нами. Просто притворялась, что не замечаю. По сути, из-за таких, как они, я и пишу свою книгу. Так что я обязан увидеть, чем все закончится. Иначе будет совсем не то. Жёстко. Чё? Нет же. Просто... Ладно, жестоко. Да, прости. Зато теперь у тебя хоть что-нибудь более... Хотя бы чуть более здоровый вид. Ну да, инъекция кофе помогла. Пока что. Ничего не могу сказать про свое состояние. Пока не закончу. Я и не... Что, серьёзно? Дратути? Это тот, кто я думаю? Чувак! Я так и не смог найти тебе... А эта ночь наполнена событиями. Ух ты! Фрей, сюда. Это Волк? Это Видеон? Думаю, да. Здравствуйте. Ты с ума сошёл? С оборотнем в период гнева как с простым посетителем разговариваешь? Доверься мне. Должно быть, он не случайно пришёл именно сюда. Ну, понятно, что это тот самый оборотень, наш друг, который Галла. я уверен, что это Галла. Расслабьтесь. Вам что-нибудь нужно? Может, что-нибудь, чтобы успокоиться? нет. Я не могу посмотреть рецепты. Спасибо. Так, зелёный чай, имбирь и мёд. Я не знаю, почему это комбинация, просто мне показалось, что это было бы хорошей идеей. Ваш не тот. По идее, если бы я знал нужный рецепт гневоутоляющего, он бы сейчас успокоился и превратился бы обратно в Галлу. Но я не знаю нужный рецепт, я ему не то налил. Он пришёл ко мне в поисках гневоутоляющего. Какого? Это точно он был? Судя по реакции на напиток, однозначно. Ну, кто бы это ни был, кофейня в безопасности? К счастью, да. Только думаю, что сегодня закроюсь рано. Лучше обойтись без дальнейших происшествий. Ну и надо прибраться. Хорошая идея. Доберёшься до дома сама? Справлюсь как-нибудь? Береги себя. И ты тоже. Увидимся. Пока. А, ничего такое оборот принимает. Блин. У меня было получается сколько? Два, две или три попытки на поиск гневоутоляющего. Но, учитывая, что он один раз сказал, что ему более-менее надо, это потом прошло несколько дней, я всё это забыл. Я потом полностью не угадывал всё это. И сейчас, по идее, был мой шанс применить это гневоутоляющее, но мне не получилось. Я думаю, что этот квест пролетел мимо меня. газетка. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим, что за газетка. 3 октября. Суббота, да, суббота, кстати. Итак. Недавний кассовый фильм компании Вайрдштейн. Раскритикован за выставление оборотней в плохом свете. Ну да. Чучело 2020 что можно, а чего нельзя. Посол Атлантики проводит переговоры с ПИК по вопросам миграции и миграции. Хорошо, ребятушки, тогда я думаю на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Добра-бобра. Редактор субтитров А.Семкин